Маленький защитник отечества, любящая мать. Проработанность рисунков на уровне профессионального художника. Но у автора, Натальи Истоминой, совсем другая история. Я раньше работала в сфере аналитики, в информационных технологиях. Ушла в сферу иллюстрации, потому что все-таки решила следовать своей мечте. И это случилось во время моего второго декрета. Она мечтала рисовать еще в детском саду. Тогда ей подарили книгу с картинками диснеевских принцесс. По ним маленькая Наташа училась основам детской иллюстрации. Детская иллюстрация направлена на изучение деталей. То есть много деталей мелких, которые ребенок изучает, рассматривает, сделает какие-то выводы. Взрослая иллюстрация больше направлена на какой-то смысл, какой-то посыл. Детали, кстати, разнообразны. Большой осьминог и маленькая рыбка хорошо контрастируют. А здесь уже придется вглядеться, чтобы увидеть улыбающийся фрукт. Но самым популярным рисунком Натальи стала активная бабушка с котом. Кроме открыток, иллюстрации Натальи печатают на одежде, кружках и в книгах. Например, так бы могла выглядеть сказка о красной шапочке на татарский лад. То есть вы видите, тут не обычные русские пирожки, как принято, да? А эти пачмаки. Там салфеточка с татарским узором. И хоть опыт небольшой, она уже готова делиться им с детьми, ее главной аудиторией. Это называется черновой эскиз. Я намечаю примерно, как она у меня будет выглядеть, какой формы. И пока Наталья работает над иллюстрациями к календарю 2024 года, ее авторские открытки расходятся как горячие чпачмаки. Хочешь, я тебе ее подарю? Забирай. Смешиво. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.